Привет, дорогие друзья! Меня зовут Оля. Это English Express для самостоятельного изучения английского языка. И сегодня мы переходим к матрице британского английского номер 30. Всего их будет 34, так что это одна из последних заключительных матриц. Мы ее разберем и подумаем, как будем действовать дальше, и как будем учить английский, когда матрица кончится. Но настоящее изучение языка только начнется, получается. Погружение настоящее. Итак, это номер 30. Он связан с номером 14 и 18. Это как бы продолжение той игры, кто хочет стать миллионером. Был вопрос на 2000, на 4000, на 8 и на 16. И мы посмотрим, что будет дальше с этой участницей. Ссылки на предыдущие уроки я оставлю в описании. И ссылку на матрицу для отработки я тоже оставлю в описании, чтобы вам было удобно наслушивать и начитывать. И как работать с матрицей я тоже оставлю ссылку на это видео в описании, чтобы вы могли или узнать, или освежить в памяти правила работы и правила техники матричного метода. Окей. Number 30. Окей, Пэт. Ну что ж, Пэт. Пэт так зовут героиню. Yes. Она отвечает, да. И вопрос дальше звучит. Кто, вот прям по словам, кто был автором Франкенштейна? Франкенштейн это роман, его еще, у него есть продолжение у этого названия, Франкенштейн или современный Прометей. Так вот, кто был его автором? В вопросах, вопросительное слово who ставится, соответственно, на первое место. Who was the author? Was it? Дальше варианты. Было ли это? A. Agatha Christie. Была ли это? Agatha Christie. Это Агата Кристи. B. Mary Shelley. Mary Shelley. Or C. Charles Dickens. Charles Dickens. Она сомневается. Думает. Take your time, Пэт. Take your time. Дословно take, взять. Your. Твое, ваше. Time. Время. Возьмите свое время. Ну, то есть, не спешите. По-английски take your time значит не спешите, думайте столько, сколько вам нужно. I have got no idea. У меня нет никаких предположений. I have no idea. Это значит... Или I've got no idea. Чаще всего говорят I have no idea. Значит, я не знаю, понятия не имею. It wasn't Charles Dickens. Это не был Charles Dickens. It was not. Сокращение от was not. Wasn't. Was Mary Shelley a poet? Она спрашивает, а Mary Shelley была поэтом? I don't know. Она не то чтобы спрашивает у ведущего. Она просто как бы задает вопрос-слух. Was Mary Shelley a poet? I don't know. Я не знаю. Agatha Christie. Oh, yes. Agatha Christie. Она дает ответ. Агата Кристи. That's your final answer, Pat. Это ваш окончательный ответ, Pat. That's это сокращение от that. Is. Is. Это форма глагола to be в единственном числе, в третьем лице. That is your final answer. Это ваш окончательный ответ. Yes, Chris. Да, Chris. I'm not sure, but... Я не уверена. I am not sure, значит, я не уверена. To be sure, быть уверена. But. But это но. My final answer is... Мой окончательный ответ это... И после многоточия. Агата Кристи. Агата Кристи. Oh, I'm sorry, Pat. О, мне жаль, Pat. Смотрите. I'm sorry это может быть и... Если вы извиняетесь перед кем-то... I'm sorry, простите меня. Или вы говорите мне жаль. Сочувствуете, соболезнуете. Если вы услышали, что у кого-то случилась неприятность, вы говорите I'm sorry. Хотя вы тут не виноваты, но вы как бы говорите мне жаль. I'm sorry, Pat. That's the wrong answer. Это неправильный ответ. Бывает right, правильно. Бывает wrong, неправильно. Но, смотрите, бывает right, правый, и left, левый. То есть у слова right есть как минимум два значения. Правый, как сторона, и правильный, как ответ. That's the wrong answer. The author of Frankenstein was Mary Shelley. Это неправильный ответ. Автор, автором Франкенштейна является Мэри Шелли. Oh, that's too bad. That is too bad. По-русски мы скажем, да, дело плохо. That's too bad. Too, это значит слишком. Too bad, слишком плохо. Но, да, вот, по-русски мы скажем, дело плохо. Но вы идете домой с 16 тысячами. То есть 16 тысяч у нее не сгорели. У нее было 16 и осталось. You are going home. Вы идете домой. To be going to do something. Собираться что-то делать. To go home. Идти домой. И если мы скажем, you are going to go, неправильно, потому что дублирование слова go создает нагромождение. Если мы говорим о планах на будущее с глаголом go, то мы не дублируем вот эту конструкцию to be going. I am going home. Я иду домой. Поаплодируйте ей. Поддержите ее аплодисментами. Шумными аплодисментами. Give her big hands. Эти три писателя все идеально подходят для начала этапа массированного чтения. Я вообще очень люблю Агату Кристи. И я всегда ее рекомендую для начинающих. Я перечитала всю ее в детстве на русском. И потом перечитала очень много на английском. Мне безумно нравится, как она пишет. Потому что у нее нет сложных конструкций. Она действительно использует высокочастотную лексику. То есть, то, что вам точно-точно пригодится в общении и в дальнейшем изучении языка. Она писатель 20 века. То есть, не будет устаревших фраз выражений и не будет устаревшего написания слов. Очень удобно, очень классно, очень интересно. И, ну, круто же Агату Кристи в оригинале. То есть, с ней все понятно. Чарль Диккенс немножко посложнее. Потому что там будут более объемные обороты синтаксические. Будет больше новых незнакомых слов. Я бы оставила его чуть-чуть на десерт. Агата Кристи написала столько, на самом деле, что вам на первые полгода при таком ответственном, добросовестном подходе к чтению хватит того, что написала Агата Кристи. Потом я перешла к Чарльзу Диккенсу. Но вообще, на самом деле, очень много современных авторов. И единственный мой совет, вот если отбросить все мои личные предпочтения, единственный мой совет для этапа массированного чтения, выбирайте авторов посовременнее, то есть не старше 20 века. Ну, может, конец, конец 19-го. Но не берите что-то типа Шекспира, потому что вы там просто переломаете себе все ноги. Не надо. Шекспира оставьте, это будет ваша обвиженка на торте, когда вы уже будете спокойно, свободно владеть разговорным современным английским. И Мэри Шелли, это английская писательница 19-го века, начала 19-го века. И она известна больше всего как автор романа Франкенштейн. Она написала еще несколько романов, несколько коротких рассказов и какие-то книжки для детей. Но вот известность ей принес именно этот роман. Считается, что с него началась научная фантастика. Все. Отрабатывайте, не ленитесь. Не буду вас больше держать. У вас много впереди дел и работы с новой матрицей. Увидимся в матрице номер 31 очень скоро. И пока что я желаю вам здоровья и берегите себя. С вами была ваша Оля.